И перед войной Путин конкретно назвал Одессу, отомстим за Одессу, придем в Одессу и наведем порядок всех. И вчера на параде единственный город прозвучал Одесса, опять Одесса, опять отомстим, опять... То есть, конечно же, мы понимаем, что к нам особое внимание. Это и геополитика, это военно-стратегическое положение, и идеологически очень важно, потому что явно были планы на Одессу, как на какую-то столицу новых каких-то образований, либо Новороссии, либо еще чего-нибудь такого подобного. Конечно же, этим планам не осуществится. Это уже понятно, что эти планы нарушились. На сегодняшний день есть попытки продвигаться по югу, мы успешно, на вооруженные силы Украины их успешно отражают. Как и попытки, вы знаете, вот эта бомбежка мостов, попытка расшевелить Приднестровье. Это связано с тем, что есть намерение, было намерение, как говорят военные, открывать второй фронт, попытаться высадиться в Бессарабию, открыть второй фронт, для того, чтобы отвлечь наши силы. Но на сегодняшний день вооруженные силы держат крепкую оборону. Мы уверены, что мы сможем отразить морской десант в случае, если он будет. Борьба вокруг острова Змеиного, это как раз с этим связано. Враг пытается на Змеином создать определенный плацдарм для противовоздушной обороны, для защиты, для нападения ракетами. Мы этому успешно препятствуем. Вот такая идет сегодняшний день война, борьба. По сути, морской берег Черного моря Одессы на сегодняшний день является фронтом.